всем привет сегодня делал один ролик на будущее и спонтанно получается сейчас сделаю немножко на сегодня другой а именно расскажу я короче сварил чугунный тигель испытал его высокой температурой и он не лопнул дело в том что я просил много сварщиков но знакомых на работе и каждый говорит варил один раз мне получилось бросил и больше не занимался короче никто толком ничего рассказать не может как варить чугун в интернете покопался на ю тубе вроде вариантов много то медную проволоку наматывает то и чё что короче я сделал так дело в том что я в нем плавил алюминий уже сегодня он у меня не лопнул у меня целый спокойно вылил сначала провел краш-тест я его накалил до красна в горне потом поставил на холодную железку на будущее потому что все равно можно запариться когда-то с алюминием поставить а он но отвалится на ноги прольется поэтому чуть-чуть его по испытывал а потом уже выливал алюминий и терпеливые самые через несколько минут и это увидят я покажу сегодняшние там некоторые моменты сегодняшнего ролика который снимал вот так теперь говорил я электродами по нержавейке электроды пачки нет больше покупал поштучно но эти электроды монолит не реклама это просто монолит вот и 347-16 номер это написано на всех электродах поэтому я думаю это маркировка муж какая-то но больше ничего не скажу по ним вот электроды по нержавейке труба может быть труба сыграла роль я не знаю смотрите она какая сейчас я приближу смотрите она она вся в порох вся полностью я когда варил вот здесь вот прям выступала такая черная знаете жижи гудрон такой я думаю это наверное углерод выгорал или что не знаю труба она вся полностью вся труба в этих пор полностью так вот труба чугунная не знаю ни марку ничего потому что мне вот мой друг по интернету по youtube у игорь кромарчук он сварщик понимаю хороший сварщик и он не написал что вот это вот как удельное расширение по моему чугуна разное если там может лопаться или что но я сильно в тему не вдавался просто труба 1 1 марки чугуна но это печная плита кусок печной плиты я вырезал просто обломок валялся вот вырезал круг сделал фаски так на это сразу а то забуду сказать не обращайте внимание это плита она вся в порох но они не сквозные потому что изнутри ничего нет все нормально так варил как варил я поставил фаски сделался и на трубе и на этом днище сделал фаски дальше приложил и потом четырех точках здесь приварил здесь приварил здесь и здесь ну правда когда вот например здесь приварил развернул начал приваривать эту сторону это лопнуло отошла чуть-чуть слабо приварил еле-еле опять поджал то есть здесь уже получше проварил сюда поджал эту сторону приварил потом эти свободно приварил варил на холодную я не грел хоть и ты положено большинство комментариев большинство вот этих всех таких ответов всегда нужно прогревать чугун кто-то греет электродом там потом варит ну я варил на холодную расчета того что пока я варю все-таки он нагревается может быть я не прав и дальше варил по сантиметру и разворачивал на 180 градусов то есть например было здесь прихватка здесь было здесь было вот между ними сантиметр проварил и потом дальше обязательно чеканил молотком то есть плющил шов как вот на ю тубе говорят нужно снимать это напряжение пока он горячий покажешь красный шов поплющил есть дальше перевернул на 180 градусов сантиметр проварил он красный поплющил ни разу не лопнуло вот честно скажу пока варился по кругу ни разу шов не лопнул не треснул то есть нормально и так вот проворачивал проворачивал по кругу проварил но дело в том что вот это вот плита она пористая и вот здесь вот на срезе здесь будет видно не это шлак ну короче есть такие места где вот поры открывают вот они вот эти поры открываются и когда здесь варишь тут получается шов именно вот этой вот нержавейкой где варишь ну шлак отходит и получается шов пузыристый я потом поверху просто электродами обычными тройкой ну по металлу обычными электродами прошелся еще по верху и также сама все чеканил потом я его тоже никуда не ставил там остывать не укутывал ничего просто оставил на столе ну честно сказать я не рассчитывал что так получится я думал что получилось какая-то как оказалось правда вот это перед тем как варить проточил в танке потому что здесь то было все так же даже хуже это что-то его щетка с болгаркой здесь хуже в этом станке все-таки я проточил получше но порой там тоже открытый хорошо и получился вот такой вот тигель а для чего я делал чугунный тигель это сейчас для тех кто плавит алюминий железных тигелях ну как я плавил нержавейки в железе как мне написал один человек нужен она все знаем что алюминий растворяет металлы так вот алюминий растворяет железо со скоростью две десятых миллиметров в час то есть расплавленной алюминий вот за час съест две десятых миллиметра это на железном тигере а на чугунном тигере съедает со скоростью 8 сотых миллиметров в час то есть в десятки раз медленнее и если его еще и покрасить внутри снаружи то я думаю будет отлично сегодня я просто занимался вот этот вот ролик делал хочу себе гриндер сделать это я так что тренируюсь пока делать его вот этот вот кусочек я сегодня сделал так ну вот короче я же говорю готовил одно видео в итоге получилось совсем другое так что попробуйте да сейчас покажу еще одну что интересно вот этот вот кусок это кусок от этой же трубы вот этот кусок вот так оно было это я пилил потом тут станком подрезал болгаркой не помню тут болгарка так вот я когда испытывал электроды на нем вот здесь вот только начал варить и сразу у меня образовалась трещина я хочу ее так не видно она короче вот в эту сторону не пошла а вот от сварки вот сюда сразу лопнула может от того что я ее в тиски зажал то есть электродом как только начал варить она сразу слышу трезь электрод убрал и видно вот здесь вот короче мы здесь вот вот она вот она эта трещина она есть не сквозная вот так полностью но есть я что додумал что у меня ничего не получится а получалось а что когда начал варить по краю но вот эту трубу то уже трещин как ты не бросовалась вот так вот ну а теперь смотрите кому интересно как я плавлю алюминий и за одно испытание этого тигеля горн горит алюминий я сразу закинул лежит потому что побоялся что раскаленный горн кину а вдруг лопнет прокалил дегазатор лежит на солнышке ждет своего часа исправил я прошлую ошибку свою колокол я подпилил глубина теперь у него намного меньше так что надеюсь что сегодня пройдет все гладко тем более деталь ответственная что переживаю чтобы у меня но не расплавилась чугун ну хотя это же вроде плита но все-таки сварочный шов там еще чего чугун у него температура плавления меньше чем у железа у меня в этом горне железо плавилась оплавлялась когда на углях стояла и поэтому как только краснеет дно в тигеле она видно будет я отключаю поддув как немножко остывает опять включаю пусть медленно но верно сегодня решил так никуда не торопиться всю свою спешку засунуть куда подальше потихоньку помаленьку надо сегодня расплавить алюминий только-только весь расплавился вот я сейчас убрал шлак и замерим температуру пока 630 догоню сейчас до 720 где-то закину цинк и потом дегазер забросил я цинк сейчас температурой 730 градусов я думаю надо сухля убирать возможно он сейчас будет поднимать температуру поэтому я поставлю его вот сюда на эту крышку вентилятор на двигателя и здесь уже дегазатор запульну и буду проверять температуру чтоб уже заливать форму первое испытание металлом прошел на охлаждение так что сейчас где газирую надо замерить температуру сейчас температуру сейчас замерить как же я вам покажу то ее как-то так температура у нас 700 градусов и не знаю видно вам нет я не дотянусь головой сейчас до камеры ну вот 696 градусов забрасываю дегазатор дегазатор фольгой запечатал начинаем эксперимент вот так там все происходит пусть перебулькает постоит минут десять буду в это время проверять температуру чтобы он не начал застывать или что поставлю на угли и вам наверно уже покажу куда начну выливать потому что все эти замеры температурные смысл вам показывать все он бурлит короче до встречи на заливке все прошло 10 минут алюминий 660 градусов чуть ли не 666 выливаю вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Тигель выдержал, елки-палки, переживал я, чтобы он на ноги мне не вывалился, 2 килограмма алюминия, все нормально, здесь застывает, солил сразу, на усадку не стал оставлять, он вроде как и не садится, с цинком может, поэтому, все, ждем когда остынет, чуть-чуть подкалю его, температура будет, когда у него сколько, я не помню, 500 кидают или 300, сбегаю, посмотрю сейчас в инете, и будем разворачивать, протачивать Все, посмотрели, насладились, значит, всем удачи, всем пока, до новых встреч!